Всем привет! С вами, к сожалению или к счастью, Капсикодолимди, и недавно случилось то, на что никто, и я в том числе, не рассчитывал. Я до сих пор считаю, что Олк это та еще параша, особенно No Bomb Condition в нем, и этот раунд так бы никогда не состоялся, но ввиду некоторых обстоятельств, о которых здесь говорить немножко не к месту, я просто сел и прошел его, считай, за пару дней, и мне даже добавить нечего по этому поводу, потому что я сам, на самом деле, понятия не имею, как это получилось. Но всему свое время, а мы, как обычно, начнем с того, что не так с этой игрой, как она устроена, плюсы и минусы, и всего прочего такого. Отбросив шутки про то, что с этой игрой все не так, и у нее нет никаких плюсов, стоит сказать то, что это, как минимум, самая сложная игра для прохождения без бомб, немного опережающая уфо по сложности, поэтому без должной подготовки лучше сюда даже не лезть. Игра любит забрасывать большими количествами поля, зачастую достаточно быстрых, даже по меркам лунатиков, а когда ко всему этому еще добавляется и рандом, завязанный на перемещении босса по экрану, то все становится достаточно грустно. С другой стороны, система ресурсов здесь прощающая и поощряющая, примерно как в DTC, либо в Уфо, что значит, можно умирать достаточно часто и получать дополнительные жизни за дополнительные усилия в процессе игры. Эти усилия заключаются в том, что вся игра поделена на чаптеры, и каждый раз, когда ты набираешь 200 бонусных очков в каждом из них, ты получаешь одну третью жизни. Важно помнить то, что 200 бонусных очков не всегда равно 200 грейза, потому что в итоге весь наборный грейз умножается еще на количество убитых противников в этом чаптере, и уже из этого получаются бонусные очки. Но в действительности, учитывать это приходится всего лишь в нескольких случаях за игру. Игра начинает удивлять уже с первого уровня, потому что здесь целых два боя с мидбоссом, но тем не менее, почти весь уровень довольно терпимый, и главная цель в нем это собирать бонусы во всех возможных чаптерах, чтобы у нас были жизни для последующей игры. Главное не забывать, что в этой игре ты получаешь бонусный грейз за то, что тусовался около пуль какое-то определенное количество времени, потому что в некоторых случаях именно это позволяет набрать необходимое количество грейза для бонуса, не затягивая при этом сложные атаки. Если бы я знал, что я убью второй раз мидбосса достаточно быстро, что вылезет эта вот фейка с синими пулями, то я бы грейзил ее, а потом вертикально застримил сверху выстрелы вот этих больших фей, и тогда бы набрал бонусную жизнь в этом чаптере, но в большинстве случаев убивать мидбосса настолько быстро не выходит, поэтому от этой тактики я отказался, к тому же в последнее время я начал внедряться там умирать. Сиран представляет собой один из немногих случаев, когда босс первого уровня доставляет значительные проблемы регулярно, но к счастью все проблемы заключаются всего лишь в одной атаке, поэтому это не так сильно раздражает, наверное, хотя, конечно же, не так комфортно рестартить первого уровня из-за какого-то, блин, босса всего лишь, но зато все остальное проходится достаточно спокойно. Собственно, вся суть атаки состоит в том, что нужно аккуратненько залезать в предоставляемую нам коробочку и не ловить лицом эти треугольные кластеры пулек. Проблема же заключается в том, что, во-первых, в коробочку входить бывает достаточно проблематично, особенно когда ты пытаешься фоксить босса и стоишь под ней, из-за того, что пули слетаются крестом на тебя и одновременно с обеих сторон, и, во-вторых, нужно держать в голове тайминги выстрела треугольников, чтобы направлять их к краям коробки. И следующие две атаки уже достаточно легкие, а сейвспотики замечательные делают их еще легче, главное не тупить и не забывать сходить в сторону перед выстрелами треугольников, либо самостоятельно их перенаправлять, чтобы было проще фокусить босса. Ну и, конечно, имейте в виду то, что босс все-таки перемещается, и учитывайте это, чтобы в него не врезаться. На последней карте принцип, в общем-то, похожий, только нужно отходить не просто в сторону, а делать оборот вокруг босса. Можно, конечно, крутиться вообще не останавливаясь, но тогда будет это все немножко хаотично и будет легче в него врезаться, а проще делать оборот именно перед началом ее атак и немножечко останавливаться после нее, чтобы и босса подфокусить, и переждать момент, когда она перемещается на другое место. И вот при хорошем исполнении и отсутствии смерти на первом уровне мы его покидаем с пятью жизнями, что, в общем-то, достаточно хорошо. Второй уровень, зря ему не так сильно выделяется на фоне остальных вторых уровней в серии, как, например, первый на фоне первых, но, тем не менее, планку он все равно держит и является самым сложным в своей категории. Точно так же основной целью этого уровня является собирание бонусов, и с этим не должно быть никаких особых проблем. Обычно я не особо беспокоился насчет одной смерти на первом уровне и продолжал дальше, но, как ни странно, в этой игре бывает заметна достаточно разница между уровнями пайвера, поэтому смерти в неподходящих местах, особенно в больших количествах, очень даже неплохо наказывают. Сейчас идет обычный стриминг, во время которого набирается грейс для бонуса. Главное здесь иметь в виду шальных духов, которые могли бы случайно опуститься ниже необходимого по экрану, чтобы они тебе не выстрелили в лицо и потом не выстрелили в лицо еще раз, когда твои хоминг-амулеты их убивают. Но в этой секции такого обычно не происходит. Дальше идет страта для ленивых, так как все это наводится, и там как раз есть промежуточек небольшой между пулями, в котором ты стоишь изначально. Можно ли здесь набирать грейс на бонус или нет? Я, честно говоря, даже не пробовал. Может и можно, но оно того не стоит, мне кажется. Атака мидбосса тоже наводится целиком и полностью, поэтому основная суть здесь это просто грамотно рестримить и не дергаться в ненужную сторону, и при необходимости переходить в соседний коридорчик, если этот уже забит, скажем так, пулями. И так как урон достаточно большой, и само по себе грейс не набирается, и приходится немножечко подтайм-аутить, если, опять же, позволяет возможность. Следующие фейки никаких проблем не представляют, если убивать их прямо на вылете, что, собственно, и делается. И после этого идет усложненная версия такой же секции из первой половины уровня. Сначала идут три волны, которые вот таким вот образом убиваются на вылете. Собственно, первую секцию может проходить точно так же, если не хочется грейзить, например. После этого по центру вылетают две фейки, атаки которых стримятся параллельно выстрелам духов, и здесь главное далеко в сторону перед ними не выходить, чтобы, когда ты стримишь, вот эти вот крайние духи не улетали слишком вниз по экрану, и не было таких каосов, о которых я говорил в первой секции. И дальше все спокойно в мельном темпе достремливается до края экрана. И последний чаптер перед боссом тоже достаточно простой. Главное, сразу же убивать на вылете одну из больших фейек, и особых проблем не будет, тем более их атаки тоже наводятся, поэтому если уж что-то страшное, то ты просто вот так вот двигаешься вверх, и все в порядке. Опять же, не знаю, можно ли здесь безопасно нагреживать бонус, но... По крайней мере, его можно нагреться, если ты как-то случайно умер на выстроях этих фейек. Отличная 10-секундная АФК перед боссом, а это значит, что самое время передать привет дебильной летней жаре, которая невыносимо, блин, даже в 3 часа ночи, капец. Впрочем, видео, конечно же, не об этом. Вы, скорее всего, не знали, но в этой игре тоже есть немножечко коридорчиков, и Ринго предоставляет некоторые из них. Первые два Янон Спэлла выглядят страшно, но, в принципе, для успеха на них достаточно хорошо контролировать перемещение своего персонажа. На первом самый опасный момент это перестраивание из одного коридорчика в другое, вот этими небольшими доджами, но благодаря фулл пайверу он укладывается за две волны. Первая карта тоже, как ни странно, обычные коридорчики, потому что оба слоя статичны и зависят только от местоположения босса, и поэтому ты в большинстве случаев проходишь все по одному и тому же маршруту. Поэтому, если его запомнить, то проблемы-то представлять не должно, в крайнем случае, можно немножечко симпровизировать. Второй Янон может быть либо проще, либо сложнее первого. Проще он в тех случаях, когда коридорчик выстраивается идеально и по нему можно просто вот так спокойно пройти, либо в таких случаях, когда он выкладывается под не очень удобным углом и приходится проходить навстречу в обратную сторону, и тогда нужно двигаться очень аккуратно. Опять же, хороший персонаж ведет здесь к успеху. Вторая карта, как по мне, самая проблемная из всех атак на этом уровне, потому что очень много пуль с разных сторон летит. Она упрощается, если перенаправлять выстрелы ближе к углам, потому что тогда можно будет проще переходить через, опять же, отлетающие от них пули. Но в таком случае карта будет уходить практически в тайм-аут, и ты не будешь получать, соответственно, бонус из-за нее, но это на самом деле не так важно, да и вообще я все равно слился как дебил на ней сейчас. Третья-самон, в принципе, достаточно простой, и неважно, в какую сторону ты будешь ходить на нем, от этого зависит только то, как ты будешь выйти с коридорчиков, либо вот таким длинным макропроходом, либо через пульки с шажками поменьше. Главное здесь, опять же, немножечко не прозевать и догресить, сколько тебе нужно, и в целом достаточно просто все. Последняя карта, она как бы рандомная, и должна быть сложной, но у меня на ней обычно проблем не бывает, наверное, потому что пули летят достаточно медленно, чтобы можно было все это прочитать. Единственное, что пули могут накладываться друг на друга, и одна может внезапно вылезть из-под другой, и ты просто умрешь, потому что ты не знал, что она там будет. А так, в принципе, достаточно просто. И, собственно, мы уходим со второго уровня с почти полными жизнями, даже несмотря на то, что один раз слились как дебилы. Третий уровень, как вы уже догадались, тоже держит планку самого сложного в серии, но основной опасность здесь представляет, к счастью, только босс. В самом начале главное не давать сферкам жить слишком долго, чтобы они не успели тебя заспамить. А дальше идет один из моментов, на которых можно либо рисковать и получить бонус, либо не рисковать и пройти спокойно, но без бонуса. Я обычно здесь рискую, но в данном случае я умер как дебил, в общем-то, как обычно. Но если бы я не умер, у меня бы сейчас были полные жизни, и я бы терял все равно бонусы, потому что здесь, в отличие от некоторых других частей, нельзя набирать куски жизни на будущую невидимую жизнь. Поэтому, собственно, вот. Следующую секцию нужно проходить аккуратно, но проблема она в таком случае продоцелять не должна. Сначала мы не убиваем фейк с лазерочками, потом мы убиваем фейк с пульками, потом мы аккуратненько стримим вниз и быстренько убивая все, что на своем пути, выходим наверх, пока лазерочки с убитых фейк не заспаунились окончательно. Мидбосс в целом простой, но с подвохом. Первый нонспейл, в общем-то, несложный, тем более он кончается на середине второй волны, поэтому умереть здесь достаточно проблематично. Но карта имеет одну особенность, потому что босс может идти абсолютно в любую сторону, а проходится она по одному и тому же всегда принципу, и поэтому она может тупить куда-то неизвестно куда, и ты добить ее не сможешь. Либо же ты убиваешь ее слишком быстро, и не получаешь за это бонус, и так что в обеих случаях ты можешь проиграть, но в целом проблем быть не должно. Самое время добавить немножко воды. Вообще все чаптеры в игре можно разделить на четыре типа. Те, в которых ты берешь бонус независимо от того, что ты делаешь, те, в которых ты не берешь бонус независимо от того, что ты делаешь, те, в которых ты берешь бонус, если ты немножечко постараешься или будешь рисковать, либо те, в которых ты берешь бонус только если ты умираешь. Если первые два достаточно очевидны, то последние два нужно более-менее знать и, соответственно, учитывать их при некоторых своих действиях. Таких мест на самом деле немного, но их стоит учитывать, особенно когда жизни подходят к концу. В этой секции не получится убить всех противников, но собрав достаточно грейза, мы все равно сможем получить за это бонус. Основная суть здесь в том, чтобы убивать несколько сферок прямо перед собой и грейзить две вылетающие из них волны вместо одной. И в таком случае грейзи должно хватать, даже если не особо грейзил на части уровня перед этой, которая входит в этот же чаптер. Ну а на последней части уровня не остается ничего, кроме как просто медленно стримить из одной стороны в другую, так как убивать их себе дороже, а больше ты грейзи не наберешь для бонуса здесь, поэтому просто спокойненько стримишь, главное не врезаешься в фейк и потом убиваешь две жирные, которые вылетают сверху. Главное особо не увлекаться и не настреливать хомингом, иначе тебе снизу полетят лазерочки прямо в лицо. Но один все равно летит, потому что фейк умирает из-за того, что кончается чаптер. Ну что поделать. По ресурсам все точно так же, как и в самом начале уровня, и отсюда уже могут начаться серьезные проблемы. Но спеллы у Дорими достаточно дикие, и масло в огонь подливает еще то, что она может опускаться достаточно низко, из-за чего простора в этом спаме будет еще меньше, чем обычно. К счастью, первый но он длится не слишком долго, а в случае смерти можно нагрозить себе хотя бы бонус для небольшой компенсации. Первая карта достаточно проста и проходит с равномерными цикличными движениями по кругу, главное не стоять внизу в ее начале, и я предпочитаю делать небольшой рвок в анфокусе вот в этот момент, потому что обычно я, если его не делал, я мог задевать какие-то кули, но с ним все в порядке у меня было. В трону он такой же двухслойный, и в нем уже заметно неужженным глазом два чередующихся патерна, поэтому здесь главное запомнить, по какому принципу закручиваются большие шарики, чтобы не попасться в ловушку, и как-нибудь не врезаться в мелочь, которая летит параллельно с ними. Минус этого нона то, что он более толстый, чем первый, но здесь тоже можно нагрейзить, если что, на бонус, если ты умер. Вторая карта работает точно по такому же принципу, как первая, не начинаешь ее в самом низу и просто крутишься по кругу, больше крутишься и быстрее заканчиваешь, я не знаю, но в целом она проще, главное, чтобы вас ПС не проседал по какой-либо причине, иначе все может испортиться из-за этого. К слову, если закончить ее слишком быстро, то можно даже не успеть загрейзить до бонуса. Последний нон похож на второй, только здесь пули более сбалансированы, и закручивание идет по похожему принципу. И прикол в том, помимо того, что я умер как дебил дважды, то, что там, где плотнее всего пули в первой волне, соответственно, во второй волне фиолетовые, они будут наоборот, менее плотными, и именно туда нужно стремиться выходить. Первая карта не похожа на первые две по своему принципу, но начинать снизу ее тоже в большинстве случаев не стоит, кто-то так делал, но мне кажется, это немножечко не очень хорошая идея. И заканчивается она за одну волну, я не знаю, на самом деле, что-то может посоветовать, ты просто читаешь лазерочки и не стоишь у них на пути с минимумом движений. Но могут быть проблемы из-за этого, но у меня их не так часто возникало, скажем так. И да, она закончилась за две, а не за одну в этот раз, потому что я долгое время стоял не под боссом, да, вот именно поэтому. Последняя карта, точнее, вот это вот все, что происходит на этой карте, оно направляется прямо на тебя, ну, не прямо на тебя, но вот, короче, оно зависит от твоего местоположения, поэтому если ты будешь считать это в одном месте, в самом низу, то можно продумать просто всегда выигрышную строту, которая всегда будет работать, сколько бы у тебя ни было пайвера, и хоть тайм-аут ее с этой стротой, поэтому, собственно, вот эта строта. Собственно, как мы видим, даже умерев целых четыре раза на уровне, по итогу я потерял всего лишь одну жизнь, поэтому все идет достаточно хорошо на данный момент. Тем более, теперь начинается самый легкий уровень в игре, возможно, даже легче первого, но это спорно, конечно. Но и у него есть свой минус, о котором чуть позже. Эта секция проходит с обычными сайдстепами, где начинать, в принципе, не важно, главное, к ее концу оказаться ближе к середине, и тогда проблем не должно быть, и в этих последних двух волнах нужно ориентироваться по подлетающим лазерочкам, и на самом последнем нужно идти в противоположную сторону, а не в ту же, в которую ты шел. Так что достаточно все просто в этом месте. Следующая часть просто стримится, но здесь важно на вылете убивать все нужные сферки, и я сказал просто, но вы видели, какого хрена сейчас произошло здесь? Это вот не должно происходить, и нужно двигаться чуть быстрее, потому что все наводится немножечко наперед, но вот такое случается, и я не знаю, какого хрена я жив. А в основном, да, убиваешься по возможности, и не двигаешься совсем безумно, потому что бывают некоторые рандомные пульки, которые где-нибудь наперед вылетают, и в них можно случайно въехать. И на последней волне тоже могут быть некоторые проблемы, потому что они летят не очень удобно, и заспамливают все наперед и позади, и тут главное вылететь вовремя вверх. До тех пор, пока у тебя есть фулл пайвер, ты знаешь, что делать, мидбосс проходит очень легко и быстро. Нужно всего лишь пройти по коридорчику направо, убить угрожающие тебе сферки, и потом быстро зафокусить босса, но здесь немножечко что-то пошло не так, и я зафокусить его не успел, поэтому я как дебил умер, но опять же получил небольшую компенсацию за счет Грейза, которую ты обычно не получаешь, если ты убиваешь очень быстро. И пока идет застой из дебильных сферок с красными пульами, можно сказать, в чем минус этого уровня. А минус этого уровня заключается в том, что хоть он и сам относительно легкий, но и бонусов ты здесь набрать нормально не сможешь в большинстве случаев, поэтому тебе единственное, что нужно, это жизни не терять, так как набрать их сильно не получится. Это секция обычной сайдстепы вообще без каких-либо подвохов. В общем, на этом уровне можно более-менее расслабиться, главное не сильно расслабляться, потому что умирать здесь все-таки есть где, а нам нужны жизни на оставшиеся два уровня. О, господи, не хочу раньше времени о них вспоминать, так что ладно. Последний чаптер перед боссом тоже простой, здесь главное не торопиться, чтобы не влезть раньше времени в другую сторону экрана, пока там сферки еще живые и стреляют. И здесь можно нагрейживать на бонус, если постараться, постараться и порисковать, чем я, в общем-то, и занимаюсь сейчас в данный момент, но, судя по всему, вы уже, наверное, догадались, чем все закончилось. Нет, на самом деле, не умер я, но мне просто чуть-чуть совсем не хватило. Это, на самом деле, не так принципиально, и, судя по моим жизням, я не должен был таким заниматься, но так как я здесь очень редко умирал, когда грозил, я решил, что, ну, можно попытаться все-таки. Сагуми у нас, как вы уже, наверное, догадались, поставщик коридорчиков номер 2 в этой игре, так что он успел у него, в принципе, несложный. Например, на первом главное просто, опять же, ходить по коридорчикам и убивать нужных сферок, чтобы они тебе не вылетали и не стреляли прямо в лицо. А в основном все достаточно просто, опять же, главное не влетать в амулеты, пока ходишь по коридорчикам. Первая карта убивается достаточно быстро и без особых усилий, можно даже погрейзить немного. Главное не поймать амулет себе в спину от пролетающих вот этих вот синих сферок, что я иногда делал, и я, честно говоря, не знаю, как именно это предотвращать, поэтому как получится у меня всегда было. На втором ноне даже о сферках задумываться особо не надо, ты просто ходишь по коридорчикам влево-вправо, и он кончается рано или поздно. К слову, страты на первых двух картах могут не работать внезапно, когда у тебя не макс пауэр, поэтому, опять же, как я говорил, бывает такое критично здесь. Вторая карта тоже в целом достаточно простая, но я не знаю, как словами описать страту на нее. Ты просто начинаешь снизу, потом делаешь рывок наверх, потом налево, потом обратно вниз и поднимаешь смеленно наверх, и она заканчивается. В общем, что вы сейчас и видели. На третьем ноне тоже ни о чем задумываться не нужно, и ты, по сути, ходишь по тем же коридорчикам, только с более быстрыми амулетами, из-за чего он, собственно, может представить некоторую опасность, но не слишком высокую. Третья карта банально сейфспотится, и если ты приложишь хоть капельку усилий и передвинешься по этому споту к ней на голову, то ты можешь еще и наградить тебе бонусы. Главное, потом снизу чуть пониже и посидеть в ванфокусе. Ну, не обязательно в ванфокусе на самом деле, чтобы просто ее добить и затайм-аутить. Последний спелл может предоставлять некоторую угрозу, если двигаться недостаточно аккуратно и не совсем представлять, как именно разлетаются лазерочки. Основная стратегия здесь в том, что нужно следовать за боссом и останавливаться поближе к нему, и тогда не будет таких внезапных лазерочков из-под странного угла, ну и примерно представлять их траектории. И на фулл павере с регулярным ванфокусом карта заканчивает достаточно быстро. Ну и, собственно, результат, как говорится, идеальный. У меня максимум жизней перед началом пятого уровня, что мне это дает помимо максимума жизни, то, что я могу не сильно рисковать в первой половине пятого уровня. Например, на первом и на третьем чаптере можно немножечко рисковать, чтобы получать частицы жизни, а сейчас они мне не нужны, поэтому я могу расслабиться и просто убивать их стоя по большому счету на месте. А риск здесь заключается в том, что можно грейзить вот эти вот выстрелы, не стоя в самом низу, и, соответственно, получать себе кусок жизни за счет этого, но это надо очень аккуратно делать. Здесь, в общем-то, обычный стриминг, но главное не зевать и обходить аккуратно звездочки, так как пули, наводящиеся, летят достаточно медленно, то можно даже позволить себе маневры в противоположную сторону, но главное аккуратно со всем этим. А на третьем чаптере риск состоит в том, что ты грейзишь лазерочки, и, соответственно, у тебя режется маневренность, и ты можешь случайно задеть какую-нибудь звездочку, но это не так уж проблемно, опять же, но благодаря полным жизням я могу не рисковать и даже здесь. Вообще, пятый уровень в этой игре единственное, что мне в ней нравится, ну, еще отчасти экстра, но не об этом сейчас. А еще в нем внезапно отсутствует мидбосс как таковой, чего, считай, не было ни разу в Windows играх, что, наверное, делает хоть капельку его проще, потому что если бы тут еще был мидбосс на нем, то это был бы действительно одищеп, а так, считай, хоть что-то хорошее. Собственно, эти фейки спокойно стримятся, главное не слишком торопиться, и, наверное, если не слишком медленно двигаться тоже, ну, сами знаете, как это работает. На этих фейках ты тоже можешь сидеть либо по центру и отходить не спеша от редких лазерочков, либо гонять по кругу по всему экрану, что, в общем-то, тоже работает, потому что, тем более, не всегда можешь отсидеться по центру, особенно если нет пупайвера. Но вот очень страшно выглядит, потому что ты как бы пролетаешь сквозь фейк, и они могут либо выстрелить куда-то туда, либо ты можешь в них врезаться, но такого у меня практически не случалось. Дальше идут три очень ублюдские фейки, потому что их, во-первых, практически невозможно убить вовремя, и они очень неприятно спамят, но, в общем, страта, вот, как вы сами видите на экране, на второй ты уходишь в сторону, главное стоять выше первого лазера, чтобы там два не наложились друг на друга, и на третий тоже где-нибудь в углу, чтобы было попросторнее, и если бы я не зажимался к стене, то я бы, скорее всего, и не умер, но все равно зависит все от рандома по большому счету, да и одна смерть там не так критична, с другой стороны ты теряешь пайвер, и тебе очень нужно набрать фулл пайвер обратно после вот этой фазы, так как дальше начинаются ладзерочки зеленые, и без фулл пайвера здесь очень тяжко, так как они летят очень плотно, и не успевают убиваться вовремя. Следующий чаптер мне очень нравится, и он, по идее, достаточно легкий, но я как-то умудряю задевать вот эту левую звездочку от синей и сдохнусь как дебил. Раньше у меня такого обычно не происходило, но теперь вот два раза подряд, насколько я помню, случилось. А так ты просто убиваешь всех на вылете, на синях ты просто стоишь с краю, и здесь тебе приходится, по сути, пару раз вот так вот протиснуться в ванфокусе через дырочки, и все замечательно. Это тоже достаточно сложное и рандомное жутко место, в основном суть в том, что ты стоишь как можно ближе к центру, и как можно больше времени проводишь в ванфокусе, чтобы фейки умирали как можно быстрее и не заспавнивали тебе все звездочками мелкими, но для этого тебе нужно рестримить из одной стороны в другую, и для этого тебе нужно стопать атаку, чтобы при смерти они не выстрелили в тебя большие звездочки, но из-за этого они начинают спамить мелких больше, из-за этого могут начаться проблемы, но здесь у меня все обошлось к счастью. И вот у меня почти семь жизней, а впереди гроза всех физически и морально неподготовленных к ней игроков. На ней сложно всем и всегда. С бомбами на ней сложно, потому что у нее слишком много хп на атаках, и бомбы даже не особо что-то скипают, и у нее при этом два сурвайвала. А без бомб на ней сложно, потому что, блин, сложные атаки все еще слишком много хп имеют, и тоже быстро не заканчиваются. Поэтому проблем она может доставлять огромное количество, но судя по всему, в какой-то момент я познал дзен, и вместо того, чтобы сливать на ней по пять контишек, я начал проходить ее в пару смертей. Я, опять же, я совершенно не знаю, что на самом деле произошло, но это было первым, так сказать, звоночком к тому, что я могу наконец-то это пройти. Собственно, первый сурвайвл совершенно статичен, поэтому более-менее заучивается и, по идее, не фейлится. Первые данные спелы у нее, в принципе, похожи, но на первом пространство свободного чуть поменьше, и звезды летят поплотнее, но и помедленнее, на втором, соответственно, наоборот. И тут-то уже просто либо ты их читаешь, либо ты не читаешь, и все плохо. У меня это обычно зависело от фазы луны, и, судя по всему, в этот раз все было достаточно хорошо с этим. Плюс это еще зависит от местоположения босса на экране, кто мог подумать, да? С другой стороны, умерев на них, можно догрейзить тебе хотя бы небольшую компенсацию. Второй спелл достаточно сложный и конченый, блин, я даже бы назвал его, потому что нужно очень быстро снизу экрана лезть наверх через вот эти вот дебильные звездочки и правильно чувствовать высоту, на которую вылезут эти лазерочки, чтобы не попасть в ненужный коридорчик и не врезаться в сам лазер, и еще анфокус может, блин, создавать помехи, из-за которых не видно будет эти звездочки. В общем, такая себе атака, но здесь я ее не зафейлил. Третьим спелл не обязательно начинать таким образом, но это позволяет немножечко продамажить вначале, плюс набрать некоторое количество лишнего грейза на всякий случай. А так это просто стриминг, ну как просто, блин, достаточно такой интенсивный стриминг, потому что нужно постоянно двигаться и не врезаться в эти дебильные звездочки, но главное не пытаться ходить назад, хотя это на самом деле тоже может простить себя. С этой карты я на самом деле не знаю, что делать. Принцип работы, в общем-то, очевидный, ты просто грейзишь подлетающие пули, они замедляются, и ты потом проходишь в образовавшиеся дырки в этом кольце слева или справа, и потом следующая волна точно так же. Но это регулярно идет как-то не так, с другой стороны, если ты умер, то ты можешь применить вот такую тактику, и дальше уже, по сути, ничего не дожить, просто медленно опускаться с самого верха вниз, и карта уже как в моменту должна закончиться. Если ты, конечно, не умер на первой, блин, секунде этой атаки, за что, ну, блин, земля тебе пухом, как говорится. Предпоследняя карта, в принципе, простая, то есть обычные туда-сюдашечки, влево-вправо. Главное следовать ритму и не задевать лазерочки, лишний раз не дергаться, и все должно быть просто. Так что не знаю, что еще тут можно насчет этого сказать. Вроде я на ней практически не умирал так. И последняя карта, она же, второй survival, тоже статичная, и по сути опасности никакой не представляет, если более-менее продумать то, чем ты занимаешься. Например, первую половину можно просто вот так вот следовать за лунами, главное не с самого начала, с самого начала не получится, но чуть позже можно так вот последовать до 18 секунды за ними, то есть вообще ничего не дожить, а потом ты практически так же делаешь, то есть ты проходишь через одну стенку, и потом как бы походишь вот так вот по коридору туда, еще раз немножко проходишь между пулями, и дальше по коридору. И вот так вот немножко чередуется все у тебя, и по сути все проходится таким вот образом достаточно просто. Главное, как обычно в таких случаях, не тормозить и действовать агрессивно. Вот. Собственно, результат по итогам пятого уровня практически идеальный, я ушел с него всего лишь, считай, на одну жизнью меньше, чем пришел, и впереди всего лишь один уровень, и я как минимум буду получать еще несколько жизней в процессе, так что перспективы были уже достаточно хорошими, и хотя, если очень постараться, можно было бы слить все эти жизни на боссе, но я все же надеялся, что я не поведу себя как совсем конченный дебил, поэтому я особо не паниковал. На этих духах главное не забыть, что все-таки стрелять надо, чтобы они не прилетели вниз играной, и не настреляли тебе шаров в лицо. А так, большая часть уровня здесь совершенно афкашенная, и ничего не нужно делать. Казалось бы, блин, шестой уровень, но... Ага. Что есть, то есть, и на том спасибо, на самом деле нет, не спасибо, потому что параж еще только начинается. И, соответственно, бонусов тоже здесь особо не набрать. Так что... Держимся как можем. Вот этот дождик, я считаю, совершенно конченным. Он по-хорошему стремится просто из одной стороны в другую, но там нужно это делать настолько медленно, и вот, чтобы не задевая вот эти вот все палки, которые двигаются рандомно друг от друга, я совершенно не могу это воспринимать, и поэтому зачастую умираю здесь, но одна смерть не так все-таки критична, и хэкбавер можно все равно добрать после него на духах, поэтому ничего страшного. Главное особо не увлекаться, и аккуратнее, чтобы от убитого духов тебе, опять же, в лицо шаров не поназалетало. А после этого можно просто спокойненько передохнуть и морально подготовиться к тому, что тебя ждет. Что я, собственно, в тот момент и сделал, отключив все посторонние звуки, и максимально сосредоточившись на игре. Вообще на джунке можно умереть где угодно, особенно если рисковать лишний раз, но достаточный запас жизни на старте позволило мне избежать всех рисков и играть максимально спокойно и сейфово. Даже на ее первом дебильном, очень оригинальном нонтспеле можно спокойно умереть, если криво просчитать либо траекторию пуль, либо сдвинуться на ненужное расстояние, поэтому нужно быть очень аккуратным. И если бы у меня было меньше жизни, я бы пытался его грейзить на вылете, чтобы набрать кусок. Но опять же, сейчас я мог избежать таких рисков. Первая карта в целом простая. Опять же, главное, видеть траектории полета лазеров и пуль и стоять между ними. И на второй красной волне главное вовремя увидеть свободное пространство между лазерочками, потому что оно там немножечко подло летит, но это достаточно просто. Я даже не буду устраивать здесь внеплановое собрание хейтеров в джунке, раз уж такое дело. Второй нонтспелл, блин, кстати, страшный, капец. У меня нет на него какой-то особой стратегии, вроде там держаться на каком-то определенном уровне, там уметь читать траектории или каких-то еще особых планов. Я пытаюсь просто что-то делать и не умирать. И опять же, это тоже я бы пытался, наверное, погрязить на вылете немного, чтобы собрать бонус, но не пришлось в этот раз. Вторая карта сложная и рандомная. Как бы первая ее половина заключается в том, что ты перенаправляешь эти шарики обязательно вниз, а не в стенки, и по вот такому вот принципу один в одну сторону, два в другую, потом последний в ту же самую сторону, но потом вылетает очень куча быстрых и хаотичных пуль, абсолютно рандомных, и иногда может быть просто не быть места, куда ты можешь отойти или как-нибудь задоджить. Поэтому ты умираешь, хотя если ты один раз умер, то второй раз, скорее всего, ты уже не успеешь, но вот здесь, если бы мне немножко не хватило урона, мне кажется, я бы умер буквально через полсекунды, так что рискованная была затея. Этот спел можно довольно безопасно подгрызить на вылете, что я, собственно, и делал, но он такой же дебильный, как и в экстре, и я точно так же не решаюсь проходить его туда-сюдашками, а просто прохожу по диагонали, но благо заканчивается он очень быстро. Третья карта достаточно неоднозначная, потому что она может быть очень легкой, но может быть и очень сложной, как обычно, блин, дебильный рандом. Основная суть в том, что надо, блин, высматривать самое просторное место и как-то пытаться там просачиваться, и здесь у меня, к сожалению, это не вышло. При идеальном раскладе можно успеть ее зафокусить до разлета вот этой волны, что я, конечно, пытался сделать, но это не вышло. К счастью, это мне не сыграло против меня, поэтому все закончилось хорошо и в одну смерть. Очередной дебильный и в теории легкий носпелл, на котором я умудрялся умирать по очень многу раз в последних практицах, но, к счастью, это миновало меня в этот раз, и главная суть, конечно же, в том, что ты просто стоишь в самом низу и держишься подальше от любых падающих пуль, и, соответственно, когда они отскакивают, они тебя не задевают. Ну и желательно быть поближе к боссу, чтобы они не летали под углом. Очередная вроде бы легкая карта, но, может быть, и нет. То есть принцип очень ясен, она проще, чем на спеллете, то есть тут просто у тебя туда-сюдашечки в одинаковом ритме, поэтому, если ты приноровишься, жаясь влево-вправо, то никаких проблем здесь быть не должно, но иногда можно сбиться с ритма и просто задеть случайно пульку и сдохнуть. Дальше идет жутко рандомная параша, на которую можно либо слить несколько жизней, либо пройти ее зевая и почесывая левую пятку. Стратегическая часть здесь заключается в том, то, что ты стоишь между вот этих вот извивающихся лазерочков, а потом подходишь поближе либо к фиолетовому слева, либо к красному справа от тебя, который летит снизу. И тут начинается рандомная часть, и здесь единственное, что тебе остается, это пытаться кое-как прочитать летящие сверху извивающиеся лазерочки, которые либо всю карту могут лететь мимо тебя, и ты просто ничего не делаешь, считай, либо постоянно лететь тебе в рожу, а пространства для маневра здесь вообще практически никакого, и ты просто будешь умирать в большинстве случаев. Предпоследняя карта это сурвайвл, который, к счастью, достаточно простой. Ты просто ходишь квадратиками, и не стоишь на месте. Выйти из этого кольца достаточно просто, главное не тупить, и не лезть прямо, сломя голову в пуле, и так как он со временем ускоряется, нужно как бы тоже со временем ускоряться, и сужать квадрат, а под конец просто двигаться, пока в тебя не влетели пули, когда он заканчивается. Ну и, собственно, дальше начинается кошмар, блин, всех игроков, но я смотрю на свою жизнь, и вижу, что их целых шесть, а я умудрялся на этом говне умирать максимум пять раз, и я думаю, конечно, что я могу и шесть раз слиться, если совсем пойду тебя как дебил, но так как я вроде бы показывал себя достаточно нормально на протяжении вот этого всего боя, и всего рана, то я в принципе уже как бы расслабился и поверил в свою победу, и осталось только закончить все это. Но тем не менее, начиная с третьей фазы, это превращается в такую нечитабельную рандомную парашу, которую я на самом деле не знаю, как вообще это захватывать, если ты какой-то прям не, на самом деле не сверхчеловек, потому что я сколько пробовал, у меня не получалось, у меня максимум получалось вроде в две смерти, может в одну, но никогда даже близко к захвату не было. И поэтому у меня, собственно, прогнозы были тоже всегда двух-четырех смертей на эту карту, и здесь я вложился всего лишь в две, и, собственно, ура! Всем большое спасибо, и пока-пока!